Что мы еще используем? Велопрокси. Очень хорошая штука. Мы используем для распределенного хранилища. Там порядка много-много данных. Не буду убрать сколько, но работает довольно хорошо. Мы используем вот такую вот кашкунцию, если интересно. В предыдущем докладе я говорил, что если использовать, допустим, те же самые внутренние функции типа хэштегса, то мы не можем себе обещать, что в следующих версиях она вернет тот же результат, что и в предыдущих версиях. Такое было с перехода на 8.3 и 8.4. Они возвращали разные значения. Как добавляете новую классику? На самом деле, у нас есть логические базы. И на каждый из нот мы просто рассчитываем, как это практически во всех учебниках написано, что у нас там не две ноты, а там 100-500 нот. И, соответственно, мы просто часть нот переключаем на одну базу, введем на одну базу, часть на другую. И когда нужно сплитить, мы просто оточковываем на отдельные сервера и посылаем. Данное переключается, данное переключается, или не так. У вас ваш функция вернет значение лога, которое уже может быть другую, и там данное переключается на раз. Не до конца я понимаю вопрос, я думаю, мы можем в калаварах продолжить. Продолжить, да? На самом деле знаю. У нас есть несколько физических машин. У каждой физических машин есть несколько баз. Ну, посвященцовых. Не instance. Один instance, несколько баз. Вот, и вот эта хэш-функция, она отправит на логическую базу. Это будет даже не логическая база, это будет пул в pg-баунсе локальном. А тот пул уже можно перенаправить на другой хост, когда мы захотим расшириться. Вот так вот делается. Вот мы, получается, будем иметь еще один копию, заведем новую паузу, сделаем копию и перенаправим в pg-баунсе. Вы же шарпите, или что вы знаете, я индицинирую? Мы шарпим. Когда это не копия будет, а часть шарпа, часть 2. Окей. И тогда у вас данные, которые раньше по ND5 искались на одной ноте, у нас количество нот, оно изначально задано на максимально большое, с расчетом того, что мы будем расширяться. И у вас просто стоят резервные базы данных? Ну, по сути, да. Ну, не пустые, туда бьются данные. А, то есть вы заложились? Мы заложились изначально на большой объем. Так, по поводу резервирования. У нас каждый... Нет вопрос, как вы расширяетесь, ответы не так. Почему? На одной физической ноте несколько логических нот, которые распределяются на физические ноты. Вот через полгода. Могических больше, чем физические ноты. Вы получили ответный вопрос? Да, но я думал о том, что вы просто на максимум заложились, и ваше расширение, и через все эти ноты. Вы, на самом деле, можете посмотреть наши предыдущие доклады. Они выложены в общем доступе. Вот, потом мы и с вами поговорим. Хорошо. Продолжим. Мы используем вот это хранилище для расчета статистики. Ну, это одно из значений этого хранилища. Так, что мы еще... Вот по поводу спичеки. На самом деле, нет. В предыдущих докладах это уже было упомянуто. Но это было бы в Москве, если бы вы были. Да. Вам было бы... Почему-то вы этот вопрос не задали. Был какой-то просьб. Нужно внимательно смотреть презентации. Хорошо, продолжим. У нас есть PitchQ. На самом деле, вот, самое... То, за что мы его сплатим, это вот именно транзакционность. То есть мы в той же транзакции, что и какие-то операции с данными, кладем события на отложенную обработку. Ну, к примеру, мы закрываем магазин. Нам нужно проопдейтить все айтемы этого магазина. Мы делаем апдейт той же транзакции и кладем в PitchQ события с указанием того, чтобы закрыть все айтемы этого магазина. То есть если у нас там что-то отвалится, то мы не будем закрывать... Не будем править айтемы этого магазина. То, что на PitchQ довольно просто настраивается. Это вы можете увидеть через документацию официальную. Там все будет довольно просто. То, что мы делаем, мы используем... Мы написали свой PCHP-консюмер. Он где-то на гитхабе есть. Он скоро будет в открытом доступе, пока он часто в реквизиторию. Вот. И он как раз таки... Ну, просто PitchQ-консюмер написан на PCHP. То есть все вот эти вещи с инвалидацией каша все мы делаем через него. Ну, а также у нас есть RPC. Это получается общее решение. То есть если лантест, он заточен на три события, серт, лит, апдейт, то RPC... Простите? Нет. На самом деле нет. По поводу RPC. То есть если ландайство имеет, как у нас подсказали, четыре события insert, delete, update, truncate, то RPC нам позволяет вызывать совершенно произвольную функцию с произвольным набором аргументов, передом в качестве аштора в нашей реализации на получается произвольную машину. То есть мы в очередь кладем название хоста, на котором нужно прыгать, выполнить название хранинки и аргументы к ней. Дивпрок — это использование RPC, просто RPC функция, которая дергается в RPC, она сама себя положит в очередь при определенном условии, то есть она будет в классе до тех пор, допустим, не обработают все айтемы, не скончат выполнение своей задачи. Так, про ламдайс тоже поменял Сергей, это табличная репликация поверх PGQ, если кто не знает. мы также имеем материализованное представление активных айтемов, которые мы реплицируем через ламдайс на отдельный хост. RPC нам показала очень хорошую надежность, то есть на своей памяти я не помню, чтобы были какие-то проблемы с ламдайсом. Вот, то, что мы поменяли в нем небольшой такой патчик, мы увеличили размер буфера, потому что разработчики ламдайса, они заложили всего 512 килобайт на копии, но нам показалось этого мало, но я думаю, всем современным системам этого покажется мало. Так, какие-то особенности, которые мы используем именно в Авито. Мы собираем статистику по сексканам, по индекс-сканам, для того, чтобы потом понять в случае каких-то проблем, по какой из таблиц разъехались планы. Это нам представятся определенные инструменты. Мы используем pg-statstatements, к сожалению, у нас 9.2, но начиная с 9.4, они используем pg-statstatements, но там есть определенная особенность, что он не весь запрос сохраняет, а только первый трек-активити query-size тимов. В 9.4 это выпилили, но там появился query-id, это по сути хэш от запроса. Мы используем pg-bunker, можно отдельно поблагодарить парней с Dalibon, они активно развивают, даже приняли на шпать, написано Сергеем. До этого мы использовали pg-fune, но он благополучно умер, поэтому мы его больше не используем. это инструменты для профилирования базы. А вы с 29.2 насколько вы считаете дальше говорили, а вы сохраняете 4 или не не слышали? Если вы чуть-чуть внимательнее слышали. На самом деле я упомянул, что в 9.4 они выбили трек-активити querySize и они будут писать весь запрос целиком. И они добавили колонку queryID. Это мы не используем, я просто сказал, что в 9.4 идем дальше. Также мы дампим все хренинг процедуры в git ежемночно, чтобы понять, что поменялось. На самом деле это может быть рано, но если нужно понять, что поменялось в течение дня, мы в логе пишем весь DDL. То есть любой DDL пишется в логе и если что можно потом найти время, когда у нас изменилась хренивая процедура и как поменялось. В некоторых случаях мы не используем хренивые процедуры внутри других хренивых процедур, а прям просто инлайним код, потому что мы иногда можем получить много цикулы за счет вызова, но это очевидно. Так, мы также билдим редкоменяющиеся словари, например, словарь location городов. У нас города в России редко появляются, полуострова тоже, поэтому мы можем билдить их довольно редко. Мы не используем хворинки, зато мы проверяем раз в месяц, в неделю консистентность нашей базы. Мы пока продюсер нормально. Мы используем TMPFS для критических частей, таких как личный кабинет. высоконагруженная часть, наиболее высоконагруженная часть в высоконагруженном проекте, она у нас висит в TMPFS. Также есть определенный вот следующий пункт, интересный, devlog timeout и static timeout. Мы обнаружили, что devlog timeout это настройка не только влияет на время deadlock, но и на то, сколько времени будет ждать вакуум, прежде чем закончиться. То есть, если мы делаем какой-то DDL, мы выставляем deadlock timeout минимально 10 миллисекунд и static timeout тоже секунды. Первый нас безопас от вакуума, который идет на у нас, а второй от static timeout от предъявительных клиентных запросов. То есть, если что-то пойдет не так, он просто запрос отвалится, и мы получим дикие блоки на базе. Вы получите огромное количество ошибок на клиенте? Мы не получим огромное ошибок на клиенте, потому что клиент еще не знает о существовании дворей на колонке, допустим. То есть, мы сначала создаем колонку, а потом уже говорим клиенту, что клиент, у нас появилась колонка. То есть, он ждет это время? На самом деле, смотрите, у нас есть задача сделать колонку в таблице. Если мы ее просто сделаем, не выставляем ничего, мы можем получить ситуацию, когда этот запрос будет ждать других конкурентов запросов или ждать вакуум, который идет на этой таблице. Чтобы этого не было, мы от вакуума выставляем deadlock timeout. То есть, вакуума понимает, что через deadlock timeout ему нужно заканцериться, потому что он мешает кому-то. А statement timeout, чтобы сам запрос, сам statement, который мы выполняем, в данном случае, ddl, создание добавления новой колонки, он автоматически отменился, потому что прошло критическое речисовремение. и мы попробуем еще раз. А, еще раз попробуем. Так, как говорится, все мы успеем дальше. в проекте Marocco у нас выяснился определенный нюанс. Оказывается, что для полскорства, чтобы он подсосал данные timezone, необходимо рестарт всего инстанции. В обычной ситуации это не нужно, потому что у нас время с летнее на зимнее переходит в запланированное время автологии. Вот, в Marocco это произошло странно, потому что там переход на летнее или зимнее время, оно происходит через участие их местного короля, поэтому это может быть непредсказуемым. Есть такие страны. Но у нас я не буду конкуртировать. Также у нас есть определенная особенность, когда мы используем разные SQL-функции. Написано одна из на SQL, другая на SQL-функции на prepared statements. В некоторых случаях обычно люди думают, что если я напишу функция на SQL, то она будет работать довольно быстро. Это не всегда так. Нужно обращать на это внимание и смотреть, как, допустим, тот же запрос будет, если он верн в PLPG SQL. У нас был запрос много кейсов, то есть у нас категория, и в зависимости от категории нужно было обращаться к разным таблицам. Функция, написанная на SQL, она работала довольно долго. Если она была написана на PLPG SQL, прям один в один, она работала быстрее. с чем это связано, я, к сожалению, не буду сказать, но это можно... PLPG SQL он prepared statement делает при начале этого самого, то есть он автоматически приправит запросы в синкроме динамических в принципе U can do this. То есть SQL функции не делает? SQL нет. SQL инлайнится в запросы, поэтому если вы не приправили запрос, то SQL функции не будет приправиться потому что получалось так, что SQL инлайн весь свой SQL аппетит в этот SQL кейс имулировал на реальном действлении и лишнее оппонирование не было. Ура, хуже вершин и ума на это. Ну вот такая особенность. Из больших таких хинтов мы чтобы у них откровить какие-то магические числа используем хранинки. Debutable strict все дела. Мы в хранимках кетчем все эксепшены и передаем в качестве error-кода. Если у нас там нет ошибок, он примерно так вот. То есть у нас и параметр часть запроса, вот допустим мы здесь обращаемся к Advertz и поджонниваем справочники. Мы фильтруем по изурови, получаем там их несколько и добавляем сортировку. Мы можем немножко схитрить и вынести вот эту селективную часть в CTE. А в основной части запроса уже поджоннивать все остальные справочки дает выигрыш производительность. Потому что нам не нужно там сортировать и прочее. Можно, конечно, добавить сортировку, если клиент требует в отсортированном виде. Можно добавить. Также мы используем дефилит триггера. Вот, допустим, у нас есть таблица с объявлениями и нам нужно вынести на отдельный сервер все изменения, которые происходили. Но у нас может быть такая ситуация, что внутри одной транзакции может быть несколько изменений. И мы хотим получить самый последний. Что мы делаем? Мы в обычном триггере выставляем поле выставляем поле в дефилит триггере смотрим, если он отличается от таблиц. таблиц. Потому что на момент запуска дефилит триггера мы имеем уже все измененные данные внутри таблицы. Их уже можем благополучно записать в переменную и отправить дальше в таблицу на другой сервер. И также мы нашли определенную особенность, когда на определенных таблицах мы заметили стопроцентную цепку при вакууме. Мы начали копать. Через первых выяснили, что Postgres был занят большей частью времени распаковкой толст колонок. И что мы сделали, мы просто вырубили сбор статистики для этих колонок, потому что нам в принципе нужна колонка для каких-то полей, которые выходят в толст. В итоге мы получили скорость выполнения. Мы получили меньше потребления цепок при вакууме. Тоже есть такая особенность. Другую особенность мы нашли связанную с функциональными индексами. То есть если в обычной ситуации мы имеем таблицу, по ней собрана статистика, по ее колонкам, мы создаем индекс, и этот индекс у нас используется. Если мы допустим включаем автомат, понятное дело, что в продакшной ситуации мы оставляем включен, но для примера мы его выключим, создаем табличку с 100 тысяч записью, соберем статистику, создадим индекс функциональный MD5, и посмотрим план выполнения. как мы видим, планировщик почему-то думает, что этот индекс вернет 500 записей. А почему он так думает, мы решили полезть в исходники и нашли такую особенность, что если нет статистики по таблице или по индексу, то он берет дефолтовое значение 200 строк. Если мы сделаем аналайз таблицы, то мы при том же запросе увидим, что теперь получает корректное количество строк, корректное ожидание количества строк. Если мы полезем в систему пидж статистики для этого индекса, мы видим, что да, действительно, все записи уникальны. Отсюда возникает правило, что при пересоздании рейндекса конкурентов функциональных индексов нужно всегда делать аналайз, иначе ваш индекс просто не будет использоваться. Другая особенность связана с дефолтовым значением rows у функций системы, ну, или функций предъявящих из контрилов. У функции each у нее по умолчанию стоит количество строк, по-моему, в тысячу, если я не ошибаюсь. Вот. На данном примере мы можем видеть, что планировщик думает, что вот этот распаковку, развертывание этого штона, он вернет там у нас 60 строк. Вот. И у нас будет здесь hash join. Вот. Если мы создадим рядышком функцию, точно такую же, у которой будет вместо тысячи строк 10 строк, там, называем как pitch 10, то план использования этой функции будет уже получше. Вот. Отсюда замечание, что нужно тоже обращать внимание на дефолтовое значение функции, которую вы используете, дефолтовое значение строк, которое они возвращают. Вот. Собственно, на этом все. У нас, конечно, это не все эти нюансы, связанные с проводой базы данных. Вот. Мы ищем людей, кому интересно изучать дальше кузнец. Всегда волкну. Вопросы? Вопросы? Первый вопрос по Pidgey Bouncer. Я так понимаю, вы используете для того, чтобы пул на несколько клиентов шарить, да? Используется ли на стороне клиента PHP какой-то пул? На стороне клиента PHP никаких пул. То есть, получается, вы каждый раз идете в Pidgey Bouncer за connection на... На уже... есть ли какой-то на этом overhead, может быть, замеряли? Ну, как, у нас есть PHP, он цепляется к своему локальному Pidgey Bouncer. локальному локальному? То есть, ему не нужны... То есть, за счет каскадной схемы получается сетевые обмены? И второй вопрос, вы используете Pidgey Bouncer? Бывают ситуации, когда в очереди накапливаются какие-то неудачные задачи, которые нельзя выполнить. Из-за этого, ну, условно, забивается обработчик. Может быть, вы как-то откладываете эти задачи, или по тайм-ауту выкидываете, или в другую очередь перебрасываете. Ну, по-саме, мы не используем вот тот функционал, который есть в API Pidgey Bouncer, это вот event retry, если вы о нем говорите. Вот. Мы, ну, мы такие события пока удаляем из общины. Я могу сказать, как мы отлаживаем эту очередь. На самом деле, у нас бывают ситуации, когда есть несколько рядок с разных профессионалом и есть тестовая очередь. То есть, получается, каждая ветка, она имеет своего консюмера и получает только свои события, которые предназначены для этой ветки. То есть, в самой очереди, я сейчас говорю про ну, про хпч-ный консюмер. Ну, вот в самой очереди, в самом ивенте указывается название той ветки, для которой предназначено это событие. За счет того, что пчп нам позволяет несколько консюмеров подключать в одной и той же очереди, мы можем использовать эту очередь и просто несколько консюмеров, а не много очередей по одному консюмеру каждому. Примерно так. Можно попросить вернуть слайд со статистики к ноле? Со статистики к ноле? Вот это? Не-не-не, там, где отключение для толстых. Для толстых полей. Так-так-так. Вот. Вот это. А скажите, пожалуйста, точно вакуум, а не аналайз? Выигрывает от этого? Аналайз? Ну, просто насильно отпечатка. Я, как бурист в вас данных очень шокирован предложением отключать foreign keys. Не слушайте их, господа. На самом деле, в Yahoo тоже отключают foreign keys. Не слушайте их, в Yahoo много чего отключает. Мы тоже отключаем. Держите телефон таким способом. Пожалуйста, для всех отключайте foreign keys только если вы знаете, что вы не можете их не отключить. То есть у нас очень большие нагрузки, но так сказать, foreign keys мы не отключаем. Проблем не имеем. а если имеем, есть страшный страшный хак, где можно отключать foreign keys в сессии именно. им тоже можно пользоваться, но тоже если знаешь, что нет. мы ждем от вас доклад с этим хаком. Я просто очень боюсь, что на слайде, когда такие крутые люди, как вы пишите, что отключаете foreign keys, все люди с 2-гигабаттными вазами побегут и будут отключать foreign keys. Понятное дело, что у нас свои условия и у нас такой момент, который я не мог не прокомментировать. Следующая версия доклада мы вам расскажем. Еще одна ремарка. Мы это все делаем через Холимфовскую руку. Мы в Холимфовскую руку уже сами отслеживаем консистент из наших данных. потом. Это все просто делается мы делаем руками, не на стороне базы. Не используем foreign keys. То есть мы если меняем внешний ключ, мы сами руками и потом еще это делаем. Мы все делаем руками. Здравствуйте, я хотел бы еще немножко добавить по поводу foreign ключей. Проект MyTarget может быть такая самая большая одна из самых больших противов в Хронете. У нас MySQL у нас нет foreign ключей. И для того чтобы как-то жить приходится разрабатывать собственные инструменты по верификации консистенции базы. Грубо говоря в буквальном смысле слова у демона в админке прямо есть проблем консол и там все ошибки связанные с консистентностью данных с битыми ссылками о том что там что-то невозможно загрузить мы в демоне это выводим и нам приходится туда смотреть ой кто-то сломал базу давайте разбираться что за неконсистентные данные записаны и так далее. В MySQL нету разных контрейтов поэтому нам больно плохо и мы плачем. В этом смысле нужно понимать контрейты это часть схемы базы это часть бизнес-логики и подпись я нежно люблю подпись я очень хочу чтобы мы смегрируем на подпись именно из-за констрейтов потому что всю корректную данность можно описать просто в уровне схемы поэтому творить ключев очень отключательно еще хорошая тема конечно поставили в следующем докладе я тоже разобрал ритм надо поставить ответственный знак и объяснить в чем собственно идея идея в том что такие простые констрейты как в Уринке очень простые констрейты мы их из-за того что много логики мы их руками управляем то есть мы руками расставляем блокировки что самое главное в Уринке по сути дела потому что получить айтем который никакому юзеру не пронежит ну какая разница там или даже тысячу получше если мы компенсию потеряем блокировку ненавесим что-то меняется данные будут биты это сложно склить вот такие простые констрейты конечно такие простые свойства мы контролируем на храним процедурах но но это к тому же очень критично про длительность и отчасти часто можно эту же блокировку вообще не ставить например или ставить форшер или форде и это мы контролируем на храним процедурах сами но имея даже форенке это нам не отменяет от более сложных проверок которые мы на наши данные накладываем отдельно и вот тут был хороший вопрос нужно ли вам допустим нам иногда нужна вся копия всей базы которую мы регулярно получаем на отдельной машине в которой считаются отчеты и там в том числе запускают скрипты которые отложены проверяют более сложные зависимости внутри данных такие как согласование информационной модели по категориям чтобы случайно не было такого добавок который не оследить никакими конкретными базами то есть такие сложные логики там что тайтлы названы так как названы категории и там такие что вычитается вот это и в том числе там часть проверок которые нам позволили форенке убрать мы тоже там можем контролировать но конечно что это идет речь про самые нагруженные части системы которые вызываются тысячи раз в секунду и там идут тысячи тысячи адейтов в секунду для справочников для каких-то систем редактирования поддерживающих кармин там конечно форенкеи просто просто программист который не знает даже мы не знаем который он не знает форенкеи и он страх его мы видим форенкея посуществует окей он вырежет на форенкеи Если вы, просто нативный код, который пишет органист, которому даже просто не надо влезть в этот код, он напишет вот так, что в Фаренкель получит дедалог на раз вообще. Ну и как бы вот с этим тоже работали, дедалоги когда получали, и контролируем в критичных местах, критично, где тысяча раз в секунду вызывается. Не общая база, небольшая, 2 гигабайта, конечно, мы разрешаем и поощряем с пользованием Фаренкель. Потому что написать Фаренкель, это значит получить собственную документацию, почитать, что это такое, увидишь, что там хишный триггер, увидишь, что там фоопдейт, блокировка, либо фошеры. А сейчас вот почему сломали мультиэкзак, потому что сделали более хитрую блокировку в подгрессе, если ключ не меняется, то он не влочит таблицу. Вот, это все можно почитать, и это все полезно. Поэтому мы, Мурат, просто один знак поставим, что в общем-то кладет, да? Миш, я тебе даже название придумал. Иностранные ключи импорт позамещили. Да, если вы отмечаете Фаренкель, то вы сами себе судья, и вы вправили, и в силе, и вы сами попали. Может, а я? Да, да, или не будет совсем. Я тоже к твоей мысли. Я ни в коем случае не говорил, что вы делаете что-то плохо. Нет, это было уж правильно. Это неправильно. Просто я хотел сказать, что... Люди будут смотреть презентации и будут думать, о, Рабита, они отключают Фаренкель, я тоже буду отключать. Давайте уже отключим, да. Потом бери на слайд. Это исключительная версия. Закрытая версия. Дюресерская версия. Просто мы в бесконечных спорах с разработчиками о том, почему мы кладем бизнес-логику в хранимые процедуры, пришли к выводу, что мы не кладем бизнес-логику в хранимые процедуры в основном. Мы кладем дата-логику, то есть мы придумали вообще новый термин, дата-логику в хранимые процедуры. Дата-логика – это констрейнты, чеки, фореки, сложные констрейнты. То есть хранимые процедуры, когда вы находитесь очень близко к данным, очень удобно использовать для того, чтобы именно обеспечивать консистентность ваших данных в революционной базе данных. А бизнес-логику, ну, можно, так сказать, и на Верпу-Джаве или в Пэше писать. Да, ну, такая идея, что… Так, у нас время, еще есть полчаса, мы можем сейчас так вольно поговорить, ну, даже, по-моему, по-моему, я посмотрел, как я делаю это. А как же кофе? Нет, у тебя, может, реально, у нас еще… А, кофе, да, да, 11-15, ну, еще 15 минут есть. В принципе, вот здесь мы… Мы сейчас прошлом раз закончим, только официально, честно, да, можно поговорить, если у нас тут команда представленная, помоги-то делаем. У нас есть, как бы, основные зацепки, если у нас что-то интересное, правда, то есть, вот, все эти вопросы с форекием, там, с очередями, с сложной обработкой, как мы тестируем, выкатываем. На самом деле, ну, мне бы сам было интересно, послушайте, если вот такое… Мы работаем с этим давно, то есть, плюс к нам то, что мы это, как бы, как это, уставно писаем кровью, да, вот, многие доклады реально написаны, потому что не просто где-то мы это что-лили, а просто иначе жить не можем вообще, то есть, это вот… Вот, иначе все, у нас, по крайней мере, не работает. Вот, ну, просим подсуждаться… Тестовое окружение готовится. Готовим, значит, сейчас прямо вот стоит задача в тасках – приготовить тестовое окружение. Вот, но… Ну, какие подходы есть? Мурат, вот, как раз, отвечая за эту задачу, я вот ему сейчас его передвину. Да, те базы, это… на ней сейчас висит в жире «Таск ужасный». Сколько мы его делаем. Ну, на самом деле, здесь две проблемы, можно даже и больше. Это деплой функций. То есть, у нас много логики на хранимых процедурах, и это нужно как-то деплойить, отслеживать. Еще лучше, конечно, прикрывать вообще PHP разработчикам, а вообще клиенту доступ к данным. То есть, все должно быть как в скайпе, через хранимые процедуры. Вот. И второй момент – это тестовые данные. Вот, как раз таки с тестовыми данными здесь уже оказалось поинтереснее. Когда у вас сложена структура, то нужно как-то эти тестовые данные готовить. То есть, вам нужно, во-первых, их взять, опустировать, если это на самом деле нужно, и положить в депокружение, и чтобы это все было консистентно. Вот. Но это сложная задача, когда мы выполним, я уверен, что будет следующий доклад, где уже будет подробнее это рассказывать. То есть, ответ пока не как? В процессе. Мы на самом деле делаем. То есть, это не тривиальная задача, и мы не можем прям так взять и… Нельзя так просто взять и сделать дев-базу. Мы можем вам дать скрипт. Вопрос следующий. А не проще ли проигрывать нагрузку боевую за какой-то период? Если мало, ну, поможете ее на два, на три там. Ну, ее нужно, конечно, собрать для этого как-то. А как вы себе представляете проигрывать боевую нагрузку? То есть, писать сразу и туда и туда? Вот. И это другой вопрос. Нет, не писать туда и туда. Смотрите, у вас на тестовом окружении… Сейчас поймете. На тестовом окружении поднята боевая база. И, значит, в этой базе, которая раньше была боевой, вы привязаете в данных какое-то окно. Ну, допустим, два часа. То есть, вот эти данные из базы вы очищаете. И в эту боевую, раннюю боевую базу, да, вы просто проигрываете нагрузку за это окно, которое раньше было на бою. Вот. Но там эту нагрузку как-то нужно собрать. И тест вполне покрывает чуть ли не сто процентов, фактически, всего функционала. Очень интересная идея. Очень качественная. Вопросы вы это используете сами? Вы знаете, да. Не на всех модулях, но на самых критических, да. Именно таким образом мы тестируем, предрелительное тестирование проводим. И многие вещи, очень критически касаемые, там, ЦПУ, потребление, там, и так далее, выявляем прямо на подлете, отстреливаем. Для нас это… Почему же до сих пор нет доклада? Надо же поделиться с коллегами. Ну, знаете. Вопросы не ко мне. Так, вот здесь вот по поводу ЦПУ. Это, конечно, тестируется. Это, конечно, тестируется. Но это тестируется как… То есть, вот, текущие базы, которые эксплуатируются, они утилизированы. То есть, вообще говоря, ресурсов, как бы, нет. И даже так, если ресурсы у вас есть, то, скорее всего, вы просто запрограммисты, за железо что-то сделали, и, как бы, зачем можно было на ЦПУ еще просить, там, или на диск. Вот. Но, такой подход, и рано или поздно окончается ЦПУ. И надо, как бы, заявили, что же там происходит-то у вас, почему куда ЦПУ попадается. Ну, и, там, простенькое профилирование, о котором, вот, Мурат говорил, мы бамбили, посмотрели, там, в топе какие-то функции, посмотрели, а там, вот, там, регулярка считается, или в точках ТМЛ с базой строится наружу. То есть, все вещи, которые можно оттуда выносить, и поэтому они вносятся. То есть, ЦПУ у нас, как бы, упреждающая, что ли, упреждающая оптимизация. То есть, мы не оптимизируем выхватку, потому что мы выкатили, а мы выкатываем, а потом оптимизируем. То есть, в такой ситуации, чтобы мы выкатили, и у нас все, как бы, совсем отпало, такого нет, все равно. То есть, ну, как? Потому что тот код, который выкладывается, там, который должен оборваться тысячу раз в секунду, но просто на гентальном бенче, где-то сбоку, то есть, у нас мы не ограничены в железе так, что мы, кроме боевой базы, ничего больше не можем использовать. Конечно, мы сбоку такие простые вещи тестируем. Задача боевой базы не то, чтобы тестировать этот термин СПУ, а в том, чтобы по всем стандартам разработки следить все изменения, которые проходили на бою. И вот, есть как раз система по выкладке хренинг процедуры, она, насколько мы более-менее, мы ее доводим до ума, и там нет сложности такой. Сложность такая, что вот этот баз данных, она не вот таки болтается. То есть, этот баз данных, то есть, разгорачивание баз данных требует разворачивания полного окружения пользователя. И вот эта задача более сложная, потому что баз данных связаны. Баз данных генсикенсы, то есть, по сути дела, на генерите гвозди, на которые дальше накрепляются все. Такие вещи, как хранилище файлов, внешние индексы, все внешние очереди, гвалидация кэшей, счетчики в редисах. И получается, что это развернуть тестовую базу с тестовыми данными, это развернуть всю нашу схему, которую мы имеем. И вот сейчас идет торт такой. Страшно взять и все вот так вот в оград засунуть, это все вот на хозяйство, потому что мы его поддерживаем в тяжелом числе. И идет такой момент. Мы сейчас пытаемся какую-то такую часть вот этих данных для тестирования, это часть, скорее всего, вот этой схемы, из общего схема Авито, вынести, как абсолютно тестовые какие-то данные. Ну, тут смотрите какая речь. Вот это даже тестовое окружение, оно не отменяет итогового, так называемого, там, есть такое модное слово у тестировщиков, смог тестовым, да, может. Вот, и эти смог тесты, они все равно будут гнаться по боевой базе потом в конце. И вот смотрите, а для того, чтобы... И получается, что мы все равно тестируем боевую базу, поэтому есть проблема, надо четко разделять, что мы хотим добить. Если мы все равно тестируем боевую базу, боевые данные, вот, то мы, как бы, не сильно это и проигрываем, если мы, как бы, и другие веточки там будем где-то тоже на этой машинах тестировать. Для того, чтобы тестировать тестовые веточки, у нас есть тестовые данные, которые живут на боевом сервере. Это тестовые юзеры. По ним производятся какие-то действия. Соответственно, тестовые редко тестируют данные на тестовых юзерах. И более того, есть такие специальные, мы купили такой фреймворк, там мы контролируем, где тестовые юзеры, там смотрим, чтобы они не попадали в отчеты по платежам. То есть здесь, конечно, работы куча, да. Но для учета изменений, вот сейчас здесь пробелы, и первое, конечно, этап – это выкладка PHP-пишного кода. Но когда за него взялись, понятно, что она не как бы… То есть идеально-то хочется как? Чтоб человек себя что-то там в экран залил, и у него что-то развернулось. Вот такая схема, она вот так вот не делается на щелчок, да, и вот, думаю, по разворачиванию какого-то. Но вокруг большого авиата, который сосредоточен на вот этих объявлениях, есть рядышком другие подпроекты. И вот там ребята применяют и другие подходы. То есть мы это не стремимся как сделать. Одна храним процедура, один файл в ките, и какая-то магия, чтобы это все выкатывалось на approach. Потролировать версию, чтобы была и старая версия, в картинке новой версии, хранимки. Так как ты в репозиторе видишь файлы с их не функцией, и как бы знаешь, вот она вот как она менялась. Вот, но ведь попробуем по-другому. Есть, допустим, просто папка у вас, там лежат все дифы на картке. Вот, и людей это устраивает. То есть там все изменения есть, они все в этих диф файлах, накатке, логике и даже alter table. То есть мы, конечно, никакого alter table накатывать не будем в автоматическом режиме. Вы сами читали нас сейчас, все вопросы, которые возникают. То есть когда у вас тысяча 13 секунд работает на какой-то архивной таблице, никакой автоматической миграции именно схем, уже речи не идет. Идет речь только о выкатке храним процедур. И то только версии их. Потому что код не выкатывается именно со схемой. Так вот. Ребята развладывают какой-то там проект, там какая-то там настоящая использующая базовая витая система. И вот они, допустим, применяют такую систему. Их это приемно. Они прямо в каточке хранят изменения от одной версии базы к другой. Все это в ките лежит и все это накатывается. Они если указывают ветку, для них нормально выкатить с такого-то патча по такой-то, накатить на базу изменения. То и такая схема витая применяется. То и такая схема тоже популярная, она известная. По-моему, витая тоже применяется. Но не на этой стороне базе, которую мы в основном обслуживаем, и которой интересно рассказать про нагрузки, если хочешь. АПЛОДИСМЕНТЫ На самом деле у меня есть еще один вопрос. Вот если у меня в руках микрофон, позвольте, я его задам. Ну, отсюда как-то удобнее и как бы слышно одинаково. Вопрос следующий. Вот вы упоминали и не раз, вы используете препарирование планов запросов. Такая интересная технология. Подготовку, а не препарирование. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, там используется, насколько я знаю, контрип какой-то, пасгрейсинг. И вы в пиджи-банцере, в строке соединений, вызываете функцию, которая использует этот контрип. Или что вы используете? То есть на самом деле есть и контрип, который позволяет хранить планы запросов на обшаренных буферах. То есть, а вы используете как по-другому. Мы на самом деле никаких контрип не используем для этих целей. Есть стандартные инструменты, называется Prepare Statements. Если откроете документацию, там это все... Совершенно верно. Если вы знаете, эти статемицы хранятся в WorkMeming. Это значит, что если вы используете пиджи-банцера в режиме Transaction Mode, это значит, что ваш план запроса от клиента, который только что был препарирован за счет того, что он соединился, Дальше этот запрос может уйти в другую сессию. И там нету этого препарированного плана запроса. Как вы тогда разводите сессию? Смотрите, у нас открывает сессию джи-баунсер. Когда он открывает сессию, он делал какой-то хранит, который препарирует вот эти препарицательницы. Да, совершенно верно. И о том речь идет, что при следующем запросе запросы улетят в другую сессию. А где уже эти препарицательницы подготовлены? И данные будут. Конечно. Как часто вы делаете реконект? Раз в 20 минут. А, тогда вы вынуждены раз в 20 минут делать, потому что план запроса, они не актуальны, получается. Ну, статистика-то меняется, данные меняются. Ну, раз в 20 минут, мы с этим же граммом вас устраивает. Это вполне достаточно, если вы меняете. У вас тогда будет очень дорогой коннект, потому что вы делаете препарирование на все запросы. У вас их много видов, ну, запросов, которые вы делаете препаратов. Это неважно даже. Почему? Ну, неважно. Их какое-то конечное число. Они не генерация кодов. Они заранее известны. Их там несколько единиц, десятых, тем больше. То есть, самые такие критичные, конечно. И более того, во-первых, по поводу коннекта. Погибаунсер, когда поднимает себе пул в сессию, а синхронных клиент вообще никак не касается. То есть, клиент всегда ходит, у него всегда все на локахосте, все планы, все препарено, все у него есть. Он не тратит время на клиент нисколько, ни миллисекунд. Он не тратит, но он кушается пул, когда готовит эти запросы. Правильно. Раз в 20 минут, 20 сессий готовятся. Раз вики, да. Ну, или они не такие, чтобы их назвать? Нет, никаких пиков совсем. То есть, это просто поднимается коннект, ненагруженный бэкэк стартует на сервере. Он потребляет там 100 миллисекунд времени процесса. То есть, всегда есть на машине 100 миллисекунд на ком-то ядре, чтобы запланировать запрос. Вопрос следующий. Вот намного ускоряются эти запросы. Да, да, да. То есть, на индекс лупе время планирования, соответственно, с временем индекс скана. То есть, если у вас индекс луп идет за одну миллисекунду, время планирования может быть тоже порядка полмиллисекунды. Потому что там, ну там, для простоты, в том числе, чтения этого запроса, это классический такой центральная сущность, родители, детишки у нее, справочники, такой запросик. То есть, если его планировать, каждый раз наполнение, время планировать. А, в лонду ЦПУ был замер. То есть, ну да, это двукратное потребление. Наши грузки двукратное по снижению ЦПУ на выполнение. То есть, в два раза получается? Да. Для конечного клиента это никакой разницы нет. Потому что в атмосфере для конечного клиента миллисекунды, две миллисекунды. Это никакой разницы. Но для центрального ресурса это разница в два раза ЦПУ. То есть, не 20 ядер занято, а 10. Это очень хорошо. Спасибо. А, еще, по поводу планирования, план не актуальный. Я открою вам секрет, мы эти запросы вообще на полярочек не полагаемся. Их всего 20, мы их гвоздями пришиваем. Как? Как? Мы запрещаем, оставляем ему возможные только те ноты, планы, которые мы хотим. То есть, ну да, там индекс-скан нужен. Выключили все, кроме индекс-скана. Если не помогло, захачили функции, чтобы они возвращались столько значений, на то, что он раз рассказывал вам. И мы там знаем, что там индекс-скана. Если там индекс-скана нету, мы это в том числе видим, то что-то сломалось. Ну, чуть-чуть подскочил ЦПУ, либо там где-то выскочил, больше буферов перебирает, где-то, где-то что-то еще. Вдруг стало секс-сканом больше, чем надо. На графике все мониторится. Но как это обычно происходит? Выключили что-то не то, да? ЦПУ поскочило. То есть, вот, я чуть-чуть подскочил, там, амблистатор посмотрел, там, у тебя, у вас, ребята, вот, я чуть-чуть подскочил. Ну, хорошо, подскочил, там, посмотрел точно. Добавили джойн, посмотрели план. Написали в чате, смотри, план. Все поменяли, все, что это жарство и все. Проверили специалист, который не выгодит такого штуку. Вот, но опять же говорю про то, что ЦПУ, то есть, анализировано вперед. То есть, не бывает такого, что... Вот, кстати, интересная инсталляция. Вот у Яндекса была, да? И вот сошлюсь на вчера, чем таковато. Там, это реально, как бы, круто. То есть, когда люди умеют так делать, что все, плохо, у тебя все еще работает, но это самое, как бы... Но это уже, как бы, экстрим, да, такое. Все равно едет тоже без запасей какой-то. Но вот, кстати, подскочил очень хорошо, может, уберется. По хп, он сам не может, например. То есть, в хп еще там делят, где-то у него какие-то контеншины внутри. Потому что, да, 50% цепону живет, как бы, дальше уже надо гнать. Лучше какую-нибудь другую, там, русскую поседине, там, машинного подгруза. Собственно, цепону. У нас тоже так бывает. Все, о, рюшляк, все работает. Горячий, там, идеятор работает хорошо. Должен остужать. Температуру, кстати, на СССР смотрим, там, бывают, там, скачки, там, 35 градусов, 40 градусов. Вот что-то горяченькое, может, там, кто-то тряпку повесил. Вот такие дела. А проблем не возникает с операционной системой в этот момент? Ага. Вот это хороший момент. И вот про это мы не говорили. На прошлом составе так мы говорили. Давайте еще минутку. Мы на прошлом системе прямо там чек-кофе пить и все это расскажем. Возникают проблемы. То есть тюнинг на прошлом системе – это большая часть работы. Ну, немного на тюнире, но многое поизучали. Вот. Вот. И вот самая нагруженная наша по транзакциям в секунду, рейдонная нагрузка, она, о ужас, 2632 и никуда больше. Пока. Сейчас мы работаем, в том числе, привет Илье. Пытаемся что-то тестировать, разбираться. Ну, вот. У нас немножко какая-то специфика. У нас вот мы просто… Задача администратора – вновлять ядра, да. Он говорит, парни, у вас там все плохо, игру не то, там, репрезидор не то. Как вообще, там, сидите, 2632. Давай, там, 312, 314, там, 322. Мы обе переключились, опа, все, все упало. То есть, та же, та же машина вроде как, ну, просто можем еще не дать кюнир, не дошли для этого. Нам это придется сделать, но вот, держит наше 2632 ядро, цеплуполюбина потребляет, там, 7000 на 20 секунду, 780 на 20 секунду. Приключаем на 312, 314, опа, все, не дает. 3000 дает, та же машина, он все в полку, все загружено, не дает. Ну, пока мы имеем возможность, мы отключили назад, сидим на 2632, да, все хорошо работает. Вот. Вот этот пишущий мастер, который вот самый нагруженный, он на 3, на 3, 2 вообще. Что вообще по всем проходит, что нельзя использовать в никаком случае, там, ИО, у нас ИО прикрывает SSD. То есть, вот, мы несколько лет присматривались, и там переехали, и SSD очень хороши, вот, нам помогают они. То есть, мы даже, как бы, пока еще не дошли для того, чтобы обращать внимание на SSD, как оно утилизируется. То есть, он утилизируется полностью, то есть, выкручено все, чтобы только диск постоянно работал. Вот. А с дисками, да, когда был HDD, было сложнее. HDD из-за того, что затопка на ИО, это накладывает обратные связи, на RAW с менеджментом памяти. И там, буфера надо очень внимательно ставить, чтобы у вас там кэш работал, не работал. Мы, по крайней мере, столкнулись с тем, чтобы на SSD этим заниматься. Вот. Ну, ключик, какой вам подсказка. Любят говорить, что жесткий диск, он там, как-то там, рендом ренд у него есть, есть последовательное чтение, да, вот, типа, последовательное чтение быстро, рендом и медленно, да, вот, там, вал вынесен на отдельный диск, там, да, он там, депрессация. Вот даже если вал вынесен на отдельный диск, у вас же, в персональной системе работает тысяча один поток. Вот, и все они, например, хотят, как вам, к диску и двести, так или иначе чуть-чуть. Поэтому не получается такого, что у вас один, вот, подсказка взял диск, и вот его вот только один, его крутит его. У вас всегда вот эта головка прыгает, и вы, на самом деле, всегда имеете ренд, как это называется, рендомную запись чтения. Но, в персональной системе есть такая штука, что на один выданное, там, выданное потребление диска, у вас есть рид-эхэд. Вот это очень важная настройка, которая нам, одна из многих, которая реально влияла на производительность всей системы, в целом, если пройдет по себе, по самому систему. Если у вас один индекс-скан, то вообще выключайте этот рид-эхэд. Тогда вы будете меньше массать на его, будете меньше зачитывать, а вам не надо. То есть мы там ставили минимальный рид-эхэд. И вот это очень хорошо помогло. Когда будет проблема с его, когда не хватало нам возможности дискового системы, плюс она будет меньше рума-один-эхэша. Если вы меньше зачитаете рид-эхэд, то меньше... Я бы спросил 8 кг, а нам не 4 мегабайта. Конечно, вот это вот. Но там не 4 кг, там какие-то меньше все-таки сумма. Но бывает там, да, и до такого дорогого доходит. Но если вы читаете что-то сик-сканом постоянно, ну там, да, дайте какое-то побольше, да, тогда вы будете меньше мазать. Но, в принципе, вот это одна из многих, которая нам помогла. Еще мы очень сильно следим на операционной системе. Представляете, сейчас закончу. Сколько вы у вас делаете памяти в Linux? Если вы делаете память в Linux в пиках больше, чем рейд батарейки, сколько памяти на рейде, то все, у вас нет дисков. Вам ничего не хватает. То есть у нас такая ситуация, что, то есть база не влазит в оперативку. Это зависит от такой момент. То она все равно потом протекает за оперативку и начинает бить в диск. И если у вас... Делаете память в Linux и копится больше, чем кэш батарейки, значит он не собирает управлять, и вначале начинает бить в диск. И тогда другие важные варианты. Вы начинаете быть ограниченными дисками по системе. И строите свою систему из-за ограничений дисков. В общем, особенность у вас может прокачать просто диск. Вот если вы успеваете пики проходить через кэш батарейки, он весит на запись только так. Потому что это самое критичное, потому что вот так и получается. Эта рекомендация такая в общем в том числе. Вот. Тогда это все равно провазит. То есть вот здесь вот обращаем внимание на read и head и на то, сколько у вас в памяти провазит, где вы найдете в кэш файлевой системы. И тогда даже не важно, Fsync у вас не Fsync, у вас любой Fsync, он как в write, как это называется? В write.ru. Как в write.ru. То есть. Мультибэкод. То есть вы все равно написали, а в физике-то все равно ничего не писалось. В основном FKB3G упал и все. Даже Fsync, даже у нас есть тесты, Fsync выключен, включенный, никакой разницы. К сожалению, не может быть. Хотя в будущем нафиг нужно еще. Хороший вопрос, но Fsync не нужен на базе не глобаль меня. Все, спасибо. Спасибо.